Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днём в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 3118. Тема дня Сегодня мы говорим о предложении президента Украины Петра Порошенко разорвать договор о дружбе с Россией. Напомню, что Порошенко сообщил, он ожидает от МИД необходимый пакет документов для начала реализации процесса прекращения договора о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом он сказал 28 августа на совещании с руководителями зарубежных посольств Украины. И что означает разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, почему Киев выступил с этой инициативой только сейчас и как это повлияет на статус аннексированного Крыма. Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. Итак, Украина юридически готова к прекращению договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, заключенного в 1997 году. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Давайте послушаем его прямую речь. ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ Итак, вот такое вот предложение Петра Порошенко. С нами же в гостях в студии Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, благодарю, что пришли к нам в гости. И у меня к вам сразу же вопрос. А что, собственно, означает разрыв этого договора? Какие конкретные последствия это будет иметь в целом для отношений двух стран? Доброе утро. Смотрите, какие конкретные последствия разрыв договора может нести? Для этого надо понять, что за договор вообще в принципе. Если анализировать сам договор, это рамочное соглашение, то есть в котором декларативно говорится, будем сотрудничать, не будем нарушать границы друг друга, не будем вредить друг другу, будем совместно развивать экономику, логистику и так далее. То есть в своем начале это был договор, на основании которого уже дальше заключались другие профильные договора. Разрыв такого рамочного договора к непосредственным юридическим каким-то результатам привести не должен, в принципе. С другой стороны, почему его до сих пор не разрывали? Довольно удобный инструмент для того, чтобы призывать к ответу Российскую Федерацию за нарушение его. Потому что он же и говорит, что стороны уважают территориальную целостность друг друга. И, соответственно, это был один из аргументов в международном суде. Поэтому на данном этапе, как бы, нужно еще понимать, да, что это же не совсем разрыв, как бы, договора. Особенность в чем? Он был заключен на 10 лет изначально. И каждые 10 лет происходила автоматическая пролонгация. То есть, если сторона, одна из сторон, за 6 месяцев до окончания 10-летнего срока не предупредит другую сторону о том, что хочет разрывать данный договор, то по факту, да, он пролонгируется. Соответственно, вот в конце сентября истекает крайний срок, в котором мы можем направить такое сообщение Российской Федерации о том, что мы не хотим пролонгировать договор. Вот. Ну, это если вкратце, вот какие... То есть, условно говоря, этого сообщения будет достаточно, чтобы договор был недействительным? Да, он закончится. По факту, он просто закончится в апреле месяце следующего года. Вот, смотрите, в России уже прокомментировали инициативу Порошенко. Напомню, что вот это Песков сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации. Двусторонние отношения Украины и России находятся в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. И вот в глубоком кризисе, говорит Песков, пока нет никаких факторов, которые свидетельствовали бы о наличии перспектив в нынешней ситуации, как нормализация, говорит он. В то же время, по его мнению, даже в условиях этого глубокого кризиса, было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран. Нанесут ли ущерб народам двух стран? Не вижу, не вижу абсолютно, но наносят ущерб народам двух стран конкретное действие, да, то есть конкретное там аннексия, вторжение, размещение войск. В данном случае это даже не профильное какое-то соглашение, то есть, например, там, я не знаю, о статусе украинцев в России или статусе России в Украине. Не разрыв дипломатических отношений, мы не высылаем их дипломатов. То есть, как бы, Песков, ну что, ну что он может еще вам сказать по факту, да, то есть, как бы, сам по себе этот разрыв этого договора, это логично, учитывая ту ситуацию, которая происходит, мы судимся, как бы, по всем, я чисто с юридической даже точки зрения, судимся по всем направлениям, да, то есть, как бы, во всех международных судах, которые могут быть, и при этом у нас есть действующий договор о дружбе и сотрудничестве. Как бы, это, ну, выглядит немного, как бы, неправильно и странно, даже с юридической точки зрения. Но, с другой стороны, я же говорю, само по себе, сам по себе факт нарушения Российской Федерации двустороннего соглашения, как бы, это тоже, ну, может, для нас, ну, и играло для нас, как бы, одним из юридических аргументов. Другое дело, вот, чисто с юридической стороны, как лучше призывать до момента разрыва договора, во время или после. В принципе, по моему глубокому убеждению, что разницы нет никакой. Нарушение самого договора, да, уже произошло. Оно, там, длилось, вот, последние, там, четыре года непосредственно. Соответственно, как бы, держать его действующим для того, чтобы судиться на основании его, ну, уже нет смысла. Соответственно, как бы, ни граждане Украины, ни граждане, там, той же Российской Федерации от этого договора не пострадают. Роман, ну, вот, я часто слышу, касательно статуса Крыма, о том, что вот этим договором, в частности, передаются границы законной Украины, в том числе и Крыма, да. И многие говорят, что это нарушит позиции, подорвет позиции Украины, в том плане, что она разрывает договор, которым, фактически, ну, мотивируя которым, она может говорить о том, что аннексия была незаконной. Ну, смотрите, смотрите, то есть, если говорить с юридической точки зрения, это вообще некорректное, да, как бы, определение, почему? Потому что наши границы определяются никак не договором с Россией, вообще, договор с Россией, как бы, это, ну, пятый вопрос. Наши границы определяются нашей Конституцией, да, и нашим суверенитетом территориальным, нашими документами, международными соглашениями и так далее. Не, не, не этим договором. Мы не ставим под сомнение наши границы, просто разорвав договор с Российской Федерацией. Более того, вы поймите правильно, ладно, бог с ним этот договор. Есть устав ООН, в нем четко закреплено. Все страны обязаны уважать границы и территориальную целостность друг друга. То есть, сама по себе расстановка сил и границ, она произошла, ну, вот, в принципе, да, она произошла в результате чего? После Второй мировой войны это началось, да, в нашем случае это 91-й год. То есть, ну, здесь нет, ну, факт распада Советского Союза и послесоветские соглашения все СНГ и так далее, и так далее. То есть, как демаркация проводилась, поэтому, как бы, нет, это не ставят под сомнение, я не вижу в этом. Это аргумент, который просто призван для того, чтобы вызвать какую-то долю сомнения, да, как, ну, у тех же, ну, у людей, у слушателей, у зрителей и так далее. Поэтому, как бы, он нерабочий. Это... Роман, вот скажите, просто чтобы проиллюстрировать мой следующий вопрос, давайте, прежде чем я его задам, послушаем слова господина Владимира Жириновского. В эфире телеканала «Россия» депутат Госдумы заявил, что в настоящее время положение договора утратили свою значимость и фактически не исполняется. Давайте послушаем прямую речь господина Жириновского. Если Россия агрессор, немедленно прекращая действие договор о дружбе и сотрудничестве, и... Нет, они ратифицировали его, вот как бы, не будут закрывать. С агрессором не может быть договора о дружбе. Ну, логично. Ну, как минимум, конечно. И если они этого еще не сделали, то мы вправе считать, что договор потерял юридическую силу. Ибо с агрессорами договор о дружбе не заключают. И если они хотят купить наш газ, то тоже у агрессора газ не покупают, значит, прекращается сотрудничество. То есть в соответствии с их же законом. Мы не хотим, Владимир Владимирович. Значит... Вот, Роман, может ли... Вот мы видим, в принципе, такую воинственную риторику господина Жириновского, и у меня сразу возникает логичный вопрос. А может ли вот этот вот, казалось бы, формальный шаг стать формальным поводом для Российской Федерации, опять-таки, для дальнейшей агрессии, для, возможно, каких-то экономических рычагов давления? То есть, условно, я не люблю эту формулировку, но часто говорят, что мы даем повод для российской пропаганды. А здесь даем ли мы повод российской военной, юридической, экономической машине как-то оказывать дальнейшее действие? Или повод всегда найдется? Ну, я, честно говоря, вы поймите правильно. Да, во-первых, повод всегда найдется. Это раз. Два. Еще раз говорю, это рамочное соглашение. Оно не профильное. То есть это не договор о торговле газом. Это не договор о транзите. Более того, чисто даже не с юридической точки зрения. По-моему, в плане санкций это Россия под санкциями, а не мы. То есть в плане не им на нас санкции накладывает. То есть как бы газ они нам не будут продавать. Но если я не ошибаюсь, они нам и так его не продают. То есть мы и так его не покупаем. А вот если мы транзит перекроем, ну это уже другой разговор совсем. То есть я поэтому, ну вы поймите, он голосовно что-то там заявляет. Утратил свою силу. Это так не происходит. Договор сам по себе силу не утрачивает. Можно нарушить его положение, что они и сделали по факту. Да, но все равно нужно как бы договор действителен. И будет действителен до апреля следующего года. Поэтому как бы стать основанием для каких-то дальнейших действий навряд ли. В международном поле даже если этот договор утратят, и мы не будем как бы там дружественными странами, мы просто останемся странами. И просто страны, согласно устава ООН, практически те же положения. Да, там нет положений по поводу того, что экономики развиваются в одном и том же направлении, что мы не принимаем решений, которые там вредят друг другу. Ну окей. Но все равно при этом, при всем останутся фундаментальные принципы взаимоуважения между странами. Они никуда не денутся. Поэтому я, честно говоря, думаю, санкции экономические по отношению к нам, со стороны России, ну в принципе уже невозможны. То есть тем более с юридической точки зрения. А Жириновский может рассказывать многое, вы же сами понимаете. Роман, ну вот с другой стороны, такая риторика Жириновского чем-то, она все же дает повод для тех же украинцев. А почему действительно, если мы называем страну агрессором, этот договор о дружбе разрывается фактически, ну более чем спустя 4 года после начала этой самой агрессии. По вашему мнению, есть ли какие-то действенные и легитимные причины, почему это происходит только сейчас? Ну смотрите, то есть как аргументирует МИД, МИД аргументирует, и давно уже, кстати, это же еще с 2014-2015 года об этом речь идет, что почему не разорвали. МИД аргументирует это тем, что у нас есть иски, да, и есть судебные дела, и что не время сейчас его разрывать этот договор, потому что пока он действует, да, есть еще один, ну грубо говоря, у нас их двусторонний договор, который они постоянно нарушают, Российская Федерация постоянно нарушает. И это является одним из аргументов в международных судах. То есть официальная вот такая оппозиция, да, то есть МИДа была. Опять же, ну вопрос такой, ну, двубокий, да, то есть двухсторонний. С одной стороны, да, можно было сразу же его разорвать и действовать на основании там международных норм общих, да, там того же Устава ООН. Но в Уставе ООН есть и в принципе, в работе ООН и в принципах ООН есть одна фундаментальная проблема. Всегда соревнуется право на самоопределение государства и территориальной целостности. То есть, грубо говоря, если какой-то регион говорит, мы хотим самоопределиться и отделиться, у них это право есть, а с другой стороны, как бы, нарушать территориальную целостность тоже нельзя. Соответственно, ну, как бы, и в принципе, да, практика международного суда, она неоднозначна, и нормы, по которым люди судятся в международном суде, в частности, там, Устава ООН, он тоже неоднозначен. Поэтому инструмент двухсторонний, договор двухсторонний, это очень удобно, на самом деле, для суда. Поэтому я думаю, что не разрывалось исключительно с этой точки зрения. С другой стороны, можно было его разрывать, ну, буквально, там, год назад. Ну, то есть, три года нарушения договора двухстороннего, я думаю, что достаточно. Вот. Но какой бы это дало результат, опять же, непонятно. Роман, ну, вот многие, опять-таки, обвиняют Петра Порошенко в том, что это просто красивый предвыборный шаг приближается. Это избирательная кампания, и, соответственно, выгодно сделать такой вот жест, который не будет иметь каких-то конкретных последствий, но в то же время будет красиво звучать с экранов телевизора. Вот, по вашему мнению, справедливо такое мнение? Ну, я думаю, что не совсем всё так. Я думаю, что это чуть-чуть даже не инструмент популизма, а он реагирует просто на ситуацию. То есть ситуация такая. Представьте себе, если он не вышел, не объявил, МИД не направил в течение сентября уведомления, то 1 октября появляется везде в прессе сообщение. Порошенко продляет договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией ещё на 10 лет. То есть, ну, я думаю, что он скорее уходил от антипиара, нежели пытался себя пропиарить. Потому что у людей сразу возник вопрос, почему всё-таки мы ещё его не разорвали и так далее. А аргументы как бы по поводу того, что это в судах, как бы, ну, нужно. Ну, не все же воспринимают, вы же понимаете, да? Не все это понимают и не всем это надо. Поэтому нет, думаю, это он просто как бы решил не опозориться, так сказать. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что это радио Крымреалии. В эфире с вами Александр Голубов. И мы говорим о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией, инициированным украинским президентом Петром Порошенко. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 3118. Пишите нам в Facebook, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крымреалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. И так напомню, Радио Крымреалии, в эфире Александр Голубов. В гостях у нас Роман Шахматенко, юрист-специалист по международному праву. Мы говорим о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве с Российской Федерацией по инициативе Петра Порошенко, украинского президента. И мои коллеги сообщают, что у нас есть звонок от слушателя. Я предлагаю послушать его точку зрения или вопрос и вернуться к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро, господа. Я вот слушаю вас, второй ваших политических украинских деятелей, сам хребчанин. И знаете, мне все больше становится понятно. Вот на таком самом интересном моменте оборвалась связь. Я надеюсь, наш слушатель не поленится, перезвините нам еще раз, и все-таки рассказать, что ему понятно. Я же пока что воспользуюсь возможностью задать свой вопрос Роману Шахматенко, нашему гостю. Вот скажите, договор о дружбе, сотрудничестве с Российской Федерацией, это хорошо, его разрывают. В Украине, наверное, многие этому рады. Но, тем не менее, критика в сторону позиции украинской дипломатии по отношению к России звучит постоянно. Кто-то говорит, что есть еще огромное количество договоров, которые необходимо разорвать. Вот, по вашему мнению, есть ли какие-то еще документы между Российской Федерацией, Россией и Украиной, которые уже давно должны были бы кануть в лето, но все равно еще все актуальны? Ну, смотрите, то есть, давно кануть в лето, но все равно еще актуальны. Думаю, пока нет. Объясню, почему. Вот, например, есть у нас инвестиционное соглашение, да, по защите инвестиций. На основании его выиграли, я не помню, по-моему, 150 миллионов недавно, да, в ГАГе. Ну, то есть, в арбитражном суде все нормально. Я думаю, что нет. Понимаете, разорвать это дело не хитрое, по факту, да. Разорвать можно всегда все и так далее. Но нужно понимать, что в судах тема справедливости, честности, она не всегда работает. В судах все технически, да. Например, мы приходим и говорим, смотрите, есть нарушение там, у нас в Крыму, я не знаю, там спилили государственное имущество, которое находится в Крыму. Мы хотим возместить убытки, да. Они говорят, на основании чего? Говорим, есть договор действующий, да. И на основании договора мы возмещаем убытки. Снеси этот договор, разорви этот договор, ну, не будет таких оснований, да. Это первое. Второе, ну, по поводу более резких действий, которые не касаются экономики, да, там, инвестиций. Я считаю, экономика, инвестиции, пускай все остается так, как есть. Почему? Потому что по факту, ну, все эти соглашения, они как бы защищают и нас в том числе, да, там, в международном контексте. А можно говорить еще о разрыве, там, дипломатических отношений в принципе, да, выслать их дипломатов, консулов и так далее, и так далее. Но тут же проблема с другой стороны, что они сделают то же самое, да, вышлют наших дипломатов, наше консульство, а сколько граждан наших живет в Российской Федерации? Очень много. Кто будет их права там защищать? Если сейчас у них есть консул хотя бы, если сейчас есть дипломат, если сейчас хотя бы, вы меня извините, если гражданин Украины там, ну, умрет на территории Российской Федерации, есть кому хотя бы тело отправить в Украину. Кто, кто, кто этим будет заниматься, понимаете? То есть сейчас это довольно тонкая игра, это как шахматы, да, в которых, ну, как бы, обмениваться фигурами не стоит так быстро. Роман, вот мне говорят, что у нас все-таки есть на связи слушатель. Который понял, да? Я не знаю, то есть сейчас мы проверим. Кажется, вот режиссеры подсказывают, что другое. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь, пожалуйста, и мы будем рады выслушать ваши вопросы. Доброе утро, вы на связи. Может, одеть наушники. Доброе утро. К сожалению, молчание нам ответ. Мы попытаемся еще раз связаться, или же, надеюсь, наш слушатель все-таки попытается к нам дозвониться. Роман, ну вот, когда вы говорите о том, что это шахматы, но с другой-то стороны, вот предположим, когда мы говорим об инвестиционном соглашении, это в какой-то мере защищает и интересы российского бизнеса здесь. И этот российский бизнес не всегда, скажем так, как политический нейтрален. То есть речь не всегда идет только о, ну, назовем это, коммерческом интересе. То есть люди не просто деньги зарабатывают. У нас есть громадные интересы российских бизнесменов или связанных с Россией бизнесменов в медиасфере, например. У нас есть огромное количество банковского капитала, который фактически держит украинскую экономику в заложниках. По вашему мнению, действительно ли вот это вот... И опять-таки, когда вы говорите про консулов, насколько эффективно наши консулы могут защищать интересы украинских граждан на самом деле за границей? Ведь вот мы постоянно говорим о политических заключенных, о том, что наших дипломатов просто к ним не пускают. Несмотря на все попытки как-то воздействовать на российские власти, это не имеет никакого значения. То есть консулы фактически зачастую, несмотря на все свои значительные усилия, тут как раз претензия даже не к ним. Они просто не могут общаться со стороной, которая не играет по правилам дипломатии цивилизованного мира, по крайней мере. Действительно ли, стоит ли в такой ситуации бороться за это? Ну, смотрите, как бы в контексте политзаключенных, полностью согласен, как бы, да, в контексте политзаключенных здесь Россия уже нарушает все абсолютно мыслимые, немыслимые нормы, правила, этикеты. Даже если бы мы были вообще из двух разных частей мира, разговаривали бы на двух разных языках, и никогда в жизни друг друга не видели, ничего не подписывали, такие вещи, которые делаются там, делать нельзя. Элементарно не допускать нашего омбудсмена, не допускать наших дипломатов к нашим гражданам. Ну, это верх. Но есть же еще много граждан, которые не находятся в заключении, да, то есть есть граждане, ну, объективно, которые там живут многие, которые родственники, да, там, которые уехали когда-то в Российскую Федерацию, там, работать на заработки и так далее. Таких очень много, и они все-таки граждане Украины, и кто-то должен их защищать. В этом плане есть куча элементарных технических вещей, которые, ну, выполняют те же консулы, там, те же дипломаты, те же представительства и так далее, там, начиная от паспорта, заканчивая перемещением, понимаете, то есть, поэтому в этом контексте, как бы, да, они не являются максимально эффективными, так как они должны были бы быть, ну, учитывая ситуацию сегодня, но, как бы, они там нужны все равно, просто взять их и достать, ну, это, как бы, ну, обычно это делается перед полномасштабной войной, это нужно тоже понимать, да, как бы, это как бы знак объявления его. Насколько это возможно, в нашей ситуации сомневаюсь, но все-таки. По поводу экономических и по поводу того, что у российских бизнесменов есть и остался интерес, да, остался интерес в украинском бизнесе, ситуация следующая. Сейчас все эти интересы завуалированы, да, то есть, как бы, выше напрямую там, российские граждане напрямую не владеют медиахолдингами и так далее. Все прячутся за офшорами, за кучей компаний подставных, за прокладками и так далее. Вы уберите все соглашения, вообще все соглашения, ничего не поменяется по факту. Но есть же куча международных санкций, есть наши санкции, которые уже наложены на часть и на банки, и на бизнес и так далее. Последний перечень, который я смотрел, компании, которые попали под санкции, в том числе украинские санкции, он включал более 40 компаний, куда входили и российские компании, и компании Януковича и так далее. Поэтому, как бы, выкорчевать у нас в экономике бизнес-присутствие России не так просто, потому что оно как бы въедалось годами, понимаете, и оно не так очевидно, как кажется. Да, все знают, что россияне владеют частью медиахолдинга, но это же надо доказать, это же надо показать где-то на документы, ну, в документах, то есть каким образом непосредственно они это делают. Что ж, Роман, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, у нас в гостях в студии был юрист и специалист по международному праву Роман Шахматенко. Мы обсуждали инициативу украинского президента Петра Порошенко о разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В студии с вами был Александр Голубов и радио Крым Реалии. Услышимся! Редактор субтитров А.Семкин